Вы поддерживали подругу в ее желании облить врача серной кислотой? Вы считаете, что из-за обезображенных ушей вас больше никто никогда не полюбит? В погоне за красотой можно потерять не только голову. Что важнее, красота или здоровье? Знает Татьяна Сорочан-Оржиховская. Знакомьтесь. Татьяна Сорочан-Оржиховская, 30 років, місто Черкаси. В гонитві за красою Татьяна наважилася лягти під скальпель пластичного хірурга. А что с ними так? Бручь. Але жахлива помилка лікаря вилилася у 14 надскладних операцій з видалення відмерлих частин тіла та пересадки шкіри, аби позбавитися власних комплексів та застерігти інших. Пересадка кожи, 14 операций. Ну, я так понимаю, грудь делали. І хреново сделали. Здравствуйте, писатель. Спасибо. Расскажите, зачем пришли? Ну, как минимум, три причины у меня есть. Первая причина – это я одна из героинь такой нашумевшей истории, не сильно приятной. Хотелось бы правдиво более ее преподнести. Вторая причина – немножко разобраться в себе. Ну, и третий – это деньги. Вначале познакомимся с людьми, которые пришли сегодня вас поддержать. Какой-то нашумевшей ситуации, героиня. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я подруга Тани. Это папа. Добрый день, меня зовут Николай Ильичевич, я дядька Таня. А, дядя. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я подруга и крестная Таниной дочери. Сколько лет вашей дочери? Почти пять. Как зовут? Диана. Правила вам известны, да? Да. 21 вопрос, 21 честные ответы, 150 тысяч у вас в кармане. В первом блоке шесть вопросов, за честные ответы на которые вы сможете получить 5000 гривен. Можем начинать? Давай. Вы работаете? Сейчас прохожу стажировку. На кого стажируетесь? Деловодку. А кто вы по образованию? Первое образование у меня педагогическое, я историк, второе юридическое. С двумя образованиями хотите быть деловодом? Ну, так сложилось. Из вас бы получился плохой юрист? Нет, думаю, нет. Просто возможности, вариантов таких на данный момент в Черкасах нет. Хорошо. Внимание, вопрос. Вы больше доверяете тем людям, которые критикуют, а не тем, которые хвалят? Да. Типа тот, который критикует, тот не врет? А тот типа что, полис или что? Как вы думаете, почему? Я не знаю почему, но почему-то так получается. Вы взрослая женщина, у вас есть ребенок. Почему? Наверное, люди, которые критикуют, да, но вот в этой критике, наверное, пытаюсь найти рациональное зерно. По хвале, в общем, рационального зерна нет. Нет, бывает. Бывает, но редко. Анастасия всегда подругу критикуете? Бывает и такое. А за что чаще всего? Даже сейчас не вспомню так. Ну, бывают такие ситуации. А, быть может, вспомните, за что ее можно хвалить? Ой, ну, она очень хороший друг. Всегда придет на помощь. Смотрите, как получается. Плохого вспомнить о вас очень сложно, даже вашей подруге. А хорошее, вот оно. Над этим надо задуматься. Хорошо, я согласна, задумаюсь. Николай Алексеевич, на ваш взгляд, откуда у вашей племянницы столько неуверенности в себе? Я не думаю, она всегда считалась уверенной. Я своим дочкам даже говорю, что берет пример из Тани. А скажите, вас в детстве часто хвалили? Нет. Не за что было? Было. Было за что? А почему же не хвалили? Хвалили? Ну, не так часто, как мне хотелось бы, наверное. Ну, это на самом деле каждый может так сказать. Перед вами стоп-кнопка. Всегда мало. Если вдруг услышите вопрос, ответ на который вам бы слышать не хотелось, вы можете ей воспользоваться. Это право есть у вас всего лишь одно. Если вы на нее нажмете, я заменю вопрос. Вы злитесь на себя за то, что, стараясь стать красивой невестой, обрекли себя на уродство. Я не понимаю, что с ней. Ну, по лицу явного я и не вижу. Да. Это... Правда. То есть что-то не с лицом, с груди. Выглядите вы замечательно. Перед свадьбой мне очень хотелось гладкую прическу. И как на тот момент, мне казалось, есть один маленький нюансик. То есть мне не нравились, как торчат верхушки ушей. Я имею в виду, когда вот прическу, которую я всегда хотела иметь, я ее носить не могла. Захотела купировать уши? Потому что некрасиво. Ну, оно реально было некрасиво. Мы вот с Настей вдвоем обратились к одному, ну, в кавычках, хорошему доктору. Внимание, вопрос. Вы согласились на операцию по изменению формы ушей, несмотря на то, что врач не завел медицинскую карточку и не провел предварительного обследования? Я хочу обрезать. Давай, садись. Попроверить. Не надо, я так шарю. Но она и сама, как бы, лохушка. То есть нашла врача хорошего. Что за чудо-врач такое? Где вы его нашли? В больнице. Дело в том, что это не было где-то в подбале или еще в другом помещении. Это черкасская городская больница. Это хирургическое отделение. Это доктор высшей категории. Он сказал, вот, девочки, это так элементарно просто. Ну, это вообще все равно, что вы пойдете маникюр сделаете, педикюр. То же самое, вот, я вам тоже самое, там, укольчик. Наложу 2-3 шовчика, да, и все, и вы идете домой. А что он сделал? После операции мы остались на 9 месяцев в больнице. Нам сделали мне 14 операций под общим наркозом, Насте 7 или 6, не помню. Так это же простая операция. Да, это все очень просто, элементарно. Но у нас оказалось совсем непросто. Доктор не проверил, не сделал пробу лекарства. И вместо ледокаина и физраствора нам вкололи, скажем так, смесь, где был, ну, в большой дозе был раствор для дезинфицирования поверхностей, неразбавленным... Подождите, и что? Что в итоге? В итоге пошел некроз. В итоге все полностью, то есть, кожа начала темнеть. Ну, сначала желтеть, потом такими разными цветами. То есть, по итогу все полностью потемнело, и нужно было все обрезать. У вас нет ушей? Ну, как сказать, нет. Ну, вот так приблизительно. Настя может показать вот свой вариант. И у вас нет ушей? Одного. А у вас... А почему у вас двух, а у вас одного? У меня одно ухо только торчало. Как вообще так получилось, что вам жидкость для дезинфекции вкололи вместо... Лоханулись. Ну, это сложно сказать. Ситуация, как бы случилась, это 10 марта. Некоторые говорят, что медработники очень бурно отмечали 8 марта, и там что-то перепутали местами, что-то не то разлили, долели. Некоторые говорят, что виновата медсестра, которой на тот момент, старшая операционная медсестра, ей было 82 года. Как старшей операционной медсестрой может быть женщина 82 лет? У нас такое есть. Бабушка еще... То есть, ну, часть ответственности лежит и на ней. Ну, как бы основная, конечно, вина доктора, потому что он должен был сделать пробу. То есть, элементарно в руку берется, делается проба, а потом только делается операция. Потому что от медокаина обычного тоже могут... Ну, человек может умереть. Есть такие случаи. Непереносимость, да. В тот момент у нас не было там интернета. Сейчас как-то это более, скажем так, цивилизованно. Можно посмотреть в разных источниках. У нас же был источник только вот... Настя вот косметолог посоветовала. И, ну, как-то вот так вот сложилось. Татьяна, когда вы об этом узнали? Я узнала об этом. О неудачной операции. Когда Таня пришла в себя и позвонила ко мне вечером, вся в слезах, рассказала, что она вся в отеках, вся в синяках. Я не сразу поняла, о чем она говорит, потому что я даже не знала, что она решила туда действительно все-таки пойти. Потом на следующий день я уже приехала к ней, увидела и Настю, и Таню. Увидела этот результат. Это, конечно, зрелище слабонервных. Я тоже, кстати, на то время работала в хирургии. Поэтому я знаю докторов-хирургов, я знаю, какие они хорошие доктора бывают. Я была в шоке, что доктор-хирург тоже такое сделал с Татьяной. А что врач говорил? Это не я. Как и раньше, так и сейчас, говорит, я не виновен. Мы приглашали его сюда, журналисты приглашали его сюда. Он этим лично отказался, сказал нет. Возможно, уголовное дело? Да. С трудом через два года. То есть изначально нам сказали, девочки, мы проснулись в реанимации, то есть дыры в голове, все это перевинтовано, все в крови. Нам сказали, если вы будете жаловаться в милицию, прокуратуру, можете вот вставать вот так вот, как есть, и уходить. Или если же вы хотите, чтобы мы хотя бы, ну, хоть как-нибудь помогли, хотя бы какая-нибудь помощь, помощь там была у вас, то есть вы должны молчать. Жесть. Мы, в принципе, выходить даже не могли никуда. Это было нереально, потому что там была операция за операцией, только отошли от одной операции, нужно было делать следующую, и мы не выходили на улицу даже. А что за операции были? Сначала были операции по удалению некроза, то есть это сначала хрящи полностью, ну, грубо говоря, их убрали, да, отрезали. Потом ткань дальше, то есть некроз шел дальше, то есть вглубь. То есть постоянно нужно было это все вычищать, убирать. Дальше процесс приживления, пересадка кожи, потом делали там, разрезали шею, делали филатов степель, чтобы, ну, хоть как-то что-то его потом там склеить. Жесть. Много было разных нюансов, это было, ну, как эксперимент. То есть они сами понимали, говорили даже, ну, мы не знаем, что из этого получится, ну, мы просто не знаем, что делать, не было такой ситуации. Что значит, когда укололи какой-то физрастворскую какую-то хренью? Сколько вы заплатили за это? Мы не платили, мы должны были оплатить после операции. На 9 лет назад это стоило 100 долларов, это операция пустяковая. С каждой? Нет, у Насти одно ухо, а есть 60, да, вроде бы? Вроде бы, да. Да. А во сколько вам обошлось лечение и восстановление? За 9 лет, вы имеете в виду, сколько это? Я не знаю, но за 9 лет, наверное, может, 1070-1080, не меньше. Гривен? Да, да. Как зовут этого врача? Дидух Александр Михайлович. Он до сих пор практикует? Да, он повысил квалификацию, до сих пор работает на том же месте. Как вы думаете, если мы попробуем сейчас с ним связаться, он поговорит с нами? Ну, очень маленькая, как бы, ну, есть какой-то шанс, конечно, я не знаю. Такой кнопочный телефон достал. Александр Михайлович? Да. Добрый день, меня зовут Дмитрий Карпачев, я ведущий проекта «Детектор лжи». У нас в гостях ваша бывшая пациентка. Она утверждает, что... Я не хочу над ним говорить. Почему? Он положил трубку. Неудивительно. Ну, судя по всему, Дидух Александр Михайлович не хочет с нами общаться. Так как покажите его, чтобы знать, чем закончился суд в лицо героя. Мы получили семь заседаний, последняя была в четверг. Дидух не пришел. Сколько это будет длиться? Никто не прогнозирует даже. А что вы хотите? Мы хотим, чтобы его наказали. Лишили лицензии, и чтобы он больше не практиковал. Но это было бы в идеале, наверное. Думаете, получится? Сложно сказать. Мы надеемся на это. То есть тут халатность докторская налицо. Анастасия, а вы почувствовали, что что-то идет не так? Дело в том, что я до этого никогда не лежала в больнице и не знала даже, как это проходит. Когда мне сделал он первую инъекцию, я ему говорила, что больно, очень печет. Он мне сделал второй укол. Тогда уже чувствительность пропала. Ему, да, медсестры говорили, что что-то не так. Но он сказал, что это все в пределах нормы. Поэтому я даже не думала, что так получится. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. В глубине души вы радуетесь, что у вас есть подруга по несчастью? В глубине души, что типа она не одинокая, вместе легче воевать? Да. А что бы изменилось, если бы вы были одна? Ну, радостью, конечно, там назвать, наверное, сложно. Просто, наверное, есть человек, который меня полностью понимает, потому что, ну, единственный, получается, в этой ситуации, который прошел то же самое. У нас был период, когда мы даже не общались, потому что поссорились именно по поводу вот именно вот этого дела. Вот поэтому сейчас могу сказать очень хорошо, что мы сейчас вдвоем, поэтому вот это вызывает только радость. Ну, не радость, но какие-то такие эмоции. Внимание, вопрос. Вы поддерживали подругу в ее желании облить врача серной кислотой? То есть хотела чужими руками, в общем-то, испортить врачу жизнь. Да? Да. Только потом подруга бы села бы в тюрьму. Давай, подруга, давай! Покажи ему. Вы действительно хотели это сделать? Когда мы проснулись в реанимации, полностью подушки были в крови, и нам плюс ко всему сказали, что доктор больше вами заниматься не будет, он ушел в отпуск. Да, тогда были такие мысли, что вот что-то с ним сделать. Что остановило? Ну, честно говоря, не хочется сидеть из-за такого говна. Закон. Это нелюдь. Если он такое делает, избегает. У него так же самое есть дочь. Если бы с ней что-то такое случилось, он так же самое говорил бы, что все делают ошибки, я тебя прощаю, я сомневаюсь в этом. Вы сейчас судитесь? Ну, на данном этапе Таня судится. А вы нет? Я как свидетель выступаю. А почему вы не подали в суд? Подавала заявление в суд, но забрала. Я подавала, но потом забрала. Да, мне психологически тяжело было, я забрала. Наверное, думала, что не выдержу всего этого. Я прекрасно понимала, что это очень тяжело, тем более в Украине. У нас, насколько я знаю, докторов еще не судили. Николай Алексеевич, а вы на каком этапе узнали об этой истории? Где-то после того, как она сделала операцию, года через четыре я узнаю. Я бы отговорил, и вышел. Почему отговорили бы? Да. И так красиво, да? Да, и так было красиво. И важно, насколько я ее знал. Вам оно можно было такое робить? Ну, он не понимает. Что Богом дано? Надо было держать это при себе. Почему ни с кем не посоветовались? Я об этом говорила раньше. То есть, это было так, между прочим, ну, так, прощупывала почву. С этой стороны говорят, ой, это о чем-то. То есть, я только начинала разговор, вот мне бы хотелось, и начинаю говорить, ну, вот пойти, сделать это. И сразу, ой, ну, хватит, типа, там, этого. Ты ерунду говоришь, давай о чем-то другом. То есть, вас никто не поддерживал в вашем желании избавиться? Нет, никто, никто. Так, а почему же не прислушались? Хотела исправить. Ну, тут, на самом деле, блин, классические операции происходят до хрена. Вот просто до хрена. Но вот хотела она сделать себе уши. И у меня есть даже такие знакомые, которые реально сделали себе уши. И они счастливы. Тут просто тот момент, что попался врач-идиот, который вот такой вот сделал. То есть, никто не застрахован от этого. И это обидно. Объяснить, почему вот так получилось, почему все-таки пошли. Как вы сейчас с этим живете? Сейчас уже более-менее привыкли. Все-таки уже столько времени прошло. Ну, все равно тяжело смотреть в зеркало. Внимание, вопрос. Вас когда-либо подозревали в том, что вы болеете венерическими заболеваниями? Типа из-за ушей? Типа, говорили, идем проверимся? Да. Мой ответ, да. Это... Ну, если ты за уши, то это обидно. Правда. Это был один раз, когда я пошла стричься, то есть в парикмахерскую. А, даже так? Зашла, просто села и сказала, мне там просто я хочу освежить кончики. В основном раньше я предупреждала, там у меня шрамы, девочки, не пугайтесь. Вот. На этот раз я ничего не сказала, просто села и сидела. Вот. Она начала расчесывать, поднимать волосы, потом что-то, ну, ее начало дергать. Я боюсь вас стричь, я не знаю, что это такое там. То есть, может, это вообще непонятно что, а может, это у вас там вообще спиды уши отпадают. То есть, ну, вот такая ситуация была. Ну, что ж, это был последний вопрос. Надо было сказать. Вы заработали 5 тысяч гривен. Либо ходить к своему парикмахеру, который в курсе, что с тобой. Во втором блоке вас ждет 5 вопросов, а фиксированная сумма удвоится. И будет равна 10 тысячам. Продолжаем. Да. Скажите, что бы вы посоветовали девушкам, которые хотят в себе что-то изменить? Ну, изначально нужно посмотреть, действительно ли стоит это менять. То есть, ну, в большинстве случаев не стоит. А как понять, стоит менять или не стоит? Ну, если однозначно люди там смотрят на тебя на улице, там, вытыкают пальцами, там, я не знаю, смеются. Постоянно это тебя, тебя саму раздражает. Здесь надо девушкам, конечно же, выбирать доктора. Очень и очень, как бы, внимательно. И, ну, я думаю, сейчас уже это попроще. Ну, а вы как считаете, отсутствие возможности носить... Ну, не настолько у нее уши торчали. ...желаемую прическу на свадьбе – это аргумент делать пластику? Ну, это не очень весомый аргумент, конечно. Это... Не аргумент можно даже назвать. Она просто не думала, что так может произойти. Анастасия, а вы зачем это хотели сделать? Ну, вот с детства такой комплекс был, что... За компанией. ...которчало, да, а второе – нет. Анастасия, а как у вас личная жизнь сложилась после этого? Никак не сложилась. На то время у меня был молодой человек, с которым я встречала 14 года. И после этого случая он испарился, даже ничего не объяснив. А новый на его место пришел? Все-таки 9 лет прошло. Ну, так, они приходят и уходят, потому что рано или поздно, да, там, или увидят, или кто-то расскажет. Страшно реакцию увидеть. Был такой парень, который увидел это все. Да, он сказал, что я дурочка, что я пошла, и все такое. Ну, уже психологически тяжело было, что он меня видит уже другими глазами. Не так, как внешне, да, а знает, что у меня есть такой изъян. Он не сказал бы, что это самый страшный изъян в жизни, но то ладно. Внимание, вопрос. Вы беспрекословно соглашались с утверждениями женихов, что именно вы являетесь причиной их проблем. Что за бред? Это как? Да. Это правда. Тот парень, с которым вы хотели свадьбу сыграть с высокой прической, он вас бросил? У него произошли определенные изменения. Я не знаю даже, как это объяснить. Когда он увидел меня с дырами в голове, то есть он пришел, он был, я не помню, Настя, по-моему, не было в палате, он пришел вечером ко мне в палату. Это был выходной день. У меня очень сильно развалялась голова. Мы не смогли найти никого из медперсонала, чтобы мне сделали привязку, потому что все уже было в крови. Я попросила его просто все размотать и вытащить, там много было разных пинтиков, ну всего-всего. Вот. Я попросила его это сделать. Он это все размотал, вытащил и упал в обморок. Учитывая, что он был на 11 лет старше, то есть ему было уже за 30. Чувак не выдержал. Вот. Как бы, я не знаю. Возможно, это тоже, это не причина, но одна из точно. Через несколько дней после этого он начал употреблять наркотики. Что, настолько накрыло? Он обвинял меня в том, что он начал употреблять наркотики из-за меня, я не знаю. Ну это бред, конечно, какой-то, но... Ну это, в принципе, в следствии стало причиной его смерти. Вы сейчас замужем. А он уже? Разведены. Почему развелись? Очень много причин. Не сошлись характерами. Ну до определенного момента все было хорошо. Мы были образцовой семьей, то есть все так считали, оно так и было, в принципе. Ну, произошел такой переломный момент, когда, не знаю, человек поменялся, я поменялась, ну... мы не смогли больше жить вместе. Александр начал, ну, извини, выпивать, я скажу это, вот. И это начало усугубляться, усугубляться, как бы, и Таня уже перестала терпеть. Если она часто прощала ему некоторые поступки, то потом уже они разъезжались, съезжались, и в очередной раз разъехались, и не сошлись. В момент расставания, когда я ему объясняла, что уже нет, все, хватит, достаточно, каждый идет своей дорогой, вот, он сказал, почему, говорю, ну, потому что ты очень много пьешь. На что он мне сказал, знаешь, пока я тебя не знал, я столько и не пил. И он начал употреблять, что употреблять алкоголем, тоже из-за меня. Причину мне никто никогда не объяснял, вот почему, что именно там не так, мне не могли дать ответ, почему это из-за меня. Ну, упреки такие были. Внимание, вопрос. Вы считаете, что из-за обезображенных ушей вас больше никто никогда не полюбит? Это смотря уже, какая у него самооценка. Если у него самооценка сильно занижена, то да. Нет, не считаю. Ну, значит, еще с головой все нормально. Она понимает, что это ее не красит, но не настолько, что ее никто никогда в жизни не полюбит. Правда. Ну, это хорошо. Я считаю, что как раз в моем облике уже наверняка, если полюбит, то наверняка это уже меня полюбит. А не уши или что-то в другие части тела. Ну, это уже, судя из прожитых лет, мне почему-то кажется вот так. Раньше это не думали. В вашей жизни есть мужчина? Нет. Недавно мы расстались с молодым человеком. На данный момент нет. Почему расстались? Дело в том, что бывший мой... Мой супруг не дает разрешения вывозить дочь за границу, а этот молодой человек проживает за границей. Поэтому продолжение просто невозможно, скажем так. Здесь он не может оставаться жить, а я не могу уехать. А повлияли бы как-то на мужа? Его не интересует дочь. То есть он настолько в ежедневном своем угаре, похмелье и всего остального, что его ничего не... Так это он из вредности так поступил? Да, это просто он как бы на злот. Как вы познакомились с иностранцем? С сайтом знакомств? С сайтом одноклассники. Он просто очень много писал мне, писал, писал. А потом в один момент просто приехал, сел на мой взгляд, в свой автомобиль и приехал. Как этот мужчина отреагировал на вашу внешность? Не могу сказать, что он там рассматривал. Я не рассказывала эту историю. То есть он видел, да, естественно. Он сказал, знаешь, а у меня есть тоже очень большой шрам. У него через всю грудную клетку шрам. Ему делали сложную операцию на сердце. Поэтому он как бы это сравнил, даже не заморачивался к этому поводу, скажем. Ну, внешне, скажем. Я не знаю, что он там думал. Да, в голову не залезешь, но внешне было так. Долго вы общались? Несколько месяцев, наверное, может быть, 4-5. Недолго. Внимание, вопрос. Вы бы смогли жить с мужчиной, имеющим физические уродства? То есть, по факту, с такой же, как и она? Нет. Ну, ответ нет. Это... А с ней должны жить? Правда. Типа, это, конечно, правда, но... АПЛОДИСМЕНТЫ Что так, Татьяна? Ну, не знаю. Ну, в принципе, зависит, какое это еще уродство, да? То есть... Почему-то я уверена, что нет. Двойные стандарты все-таки. Случается. Если бы он точно так же, как бы, пострадал от медицинской халатности. А был нормальным человеком? Ну, скажем так, наверное, изначально, возможно, если бы с детства, да, я была вот, там, каким-то, ну, не знаю, инвалидом, там, еще кем-то. Может быть, ну, в принципе, это случилось уже во взрослой жизни, скажем так. Возможно, это заложено еще там, да? То есть изначально я же, там, если бы меня спросили в 17 или 18 лет, да, там, конечно бы я сказала нет. И на данный момент почему-то я не передумала. Я не знаю, почему. А не кажется ли вам, что слишком много внимания вы уделяете внешней красоте, физической красоте? Анастасия? А вы бы смогли жить с мужчиной, у которого есть... Какие-то проблемы, да? Какие-то внешние изъяны? Я думаю, что это зависит, наверное, от чувств к человеку. Вот если бы, наверное, любила, смогла бы. А смогли бы полюбить такого? Ну, вы знаете, мы же не выбираем, да, в кого влюбиться, там, кого полюбить, правильно? Мы же не выбираем. Внимание, вопрос. Вам страшно признавать то, что вы действительно сами виноваты в своем уродстве? Да. Ну, по факту, да. Самар захотела, сама врача выбирала. То, что так произошло, это обидно, но отчасти, да. Да. Ну, это ведь да. Есть и ее вина. Как ни крути, но это правда. Правда. В чем вы видите свою вину? Моя вина, конечно, заключается в том, что я пошла туда и заключается в том, что, наверное, в наивности в какой-то я поверила вот так вот, слепо поверила этому доктору. В этом, да, в этом моя вина есть однозначно. Анастасия, а вы кого вините в том, что произошло? В первую очередь себя. За что? Что, наверное, тоже повелась. Надо было посмотреть хорошо в зеркало. Ну, как такового изъяна не было. Это сейчас уже понимаешь. Если бы тогда вот так мыслить, как сейчас. Ну, конечно, во вторую очередь доктора. Что он не провел ту работу, которую он должен был провести. Проверить все. или хотя бы обратить внимание на реакцию. То есть сейчас вы бы не пошли делать изменения? Наверное, не пошла бы. Это если там для здоровья что-то, да, какая-то операция, да. и то сложно было бы решиться на это. Но в плане пластики – нет. А вы бы пошли делать себя еще краше? Сейчас то же самое сделать? Ну, что-то другое. Там же уж уж не сделаешь. Нет. Чисто по моему желанию, да, чтобы мне чисто захотелось самой добровольно пойти, точно нет. Внимание, вопрос? Уверена. Грудь сейчас скажет, да? С пластикой – да. Ой, что-то Карпачев так заводит. Внимание, вопрос. Если мужчина вашей мечты попросит вас увеличить грудь, вы согласитесь? Опа. Я, не, я, 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 я. Я себя не изменю. Не. Системь увеличить. Да, 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 да. Че ты задумалась? Ты ж уверена. Да, наверное, если это будет принципиально так. Ваш ответ? Да. Мм. Не, я не соглашусь. Не, не. Реально у него двойные стандарты, ребята. Не. Николай Алексеевич, представляете, что племянница удумала? Грудь хочет увеличить. Я думаю, что скорее нет. Это же не мое желание. Если попросят, Синий, Да, и он заплатит. Ну, вы понимаете, что опять что-то пойдет не так, он вас бросит, а вы потом будете последствия разгребать. Тогда зачем? Как? Что, Синий могу тоже испортить? Понимаю. По сути, ваш ответ говорит о том, что вы готовы на это. Внутренне готовы. Вот сопоставьте это с тем, что было в вашей жизни. Это не чья-то жизнь, это ваш личный опыт. Вы из-за того, что решили стать чуточку краше, ну, в каком-то смысле жизнь себе испортили. В прямом смысле испортила. И готовы рискнуть снова? Вот реально непонятно ради чего. Вы считаете, у вас есть проблемы с размером груди? Нет. Я не считаю. А зачем? Вы тогда готовы пойти на это? О чем бы и нет, а? Сложно сказать. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Возможно, все-таки меня можно убедить сделать что-нибудь подобное. Скажем так, да. Это получается так. Анастасия? У меня все с грудью нормально. Там некуда увеличивать. Подруг права? Не знаю, мне кажется, если ее все устраивает, да, зачем ради кого-то делать? Там, грудь или еще что-то, потом следующее пойдет. Я единственное, в чем ее оправдываю в этом ответе, что, возможно, она хотела бы сделать, настолько уже хочет быть любимой, что, возможно, для мужчины хотела бы это ответить взаимностью. Опытка стать лучше иногда может закончиться плачевно. Вы об этом знаете на собственном опыте? Да. Вы пришли сюда для того, чтобы рассказать об этом и, возможно, убедить в этом других. И в то же время сами готовы улучшаться дальше. Готовы повторять свои собственные ошибки. Если бы я реально, действительно, все-таки, да, решилась на такой шаг, ну, я не думаю, что было бы печально, я бы уже не допускала таких ошибок, и я уже просто понимаю, как нужно действовать в подобных ситуациях, как к этому готовиться. Как повязки менять, да? Опыт уже есть. И такой тоже есть. Как мужчины в обморок падают, как уходят после этого. Ну, такой тоже есть. если вы сами себя не любите, как вас может полюбить кто-то еще? Мой человек действительно не сделает такое предложение. Соответственно, если он вас об этом попросит, значит, он не мой вариант. Значит, делать операцию? Не нужно. Какая дебила объясняет, знаете? Ну, такое. Итак, вы заработали 10 тысяч гривен. Продолжаем. Я думаю, я уже все сказала, следует остановиться. Так что, любите себя красивым. На этом участие в нашем проекте для вас закончено. Примите себя такими, какими вы есть, а то будьте без ушей. Актуитики доктора бывают засранцы. Единственный вывод, конечно, ну, себя менять я точно уже не буду. Не ради кого-то там, даже не ради себя. Я имею в виду физически. Идея. Ну, так вот, ребята. Так что, любите и будьте любимыми. С вами был Андрей Чент, это был проект Детектор Лжи. Увидимся в следующих выпусках. А также жду вас своей Калияна Блэквайт. Информация вся в описании. Всем пока.